Уникальное панно, посвященное достижениям Советского Союза, спасли на юге Москвы. Оно было размещено на стене одного из бывших предприятий, которое шло под снос. Вместе со старым корпусом чуть было не уничтожили и монументальный декор, созданный более полувека назад. Как удалось остановить работу и что ждет мозаику теперь, узнал Игорь Агеенко. Уникальную мозаику спасли от сноса буквально в последний момент. На уже почти снесенном здании московского завода электроизмерительных приборов ее вовремя заметили активисты. Я просто подошел к прорабу и задал вопрос, будет ли они снимать мозаику перед демонтажем. Они сказали, что нет, но они просто признали, что они не знают, что это старинная ценность какая-то имеет. Когда к делу подключили экспертов, оказалось, что это панно уникальная. Работа выполнена в 60-е годы в редкой для всего Советского Союза техники. В моей практике исследование советских мозаик – это первый случай такой технологии. То есть раньше я с таким не сталкивался. Это похоже на такую огромную перегородчатую эмаль. Но досконально понять, что это такое, можно только после обследования. Вблизи мозаика выглядит еще интереснее, чем издали. По металлической основе кто-то выложил опалубку, которую потом заливал различным стеклом. И получилась такая огромная панорама. Сюжет панно абстрактно-экликтичный. Вот мирный атом, вот космос, а вот проглядывают очертания лэп. Тема – точные приборы, как раз такие и собирали в этом здании. Выполнена из смальты непрозрачного цветного стекла. Перегородчатая эмаль. Мы же привыкли, что это что-то брошка, серьги, тонкое, колье какое-то, шкатулка. А здесь это же самое, но на стене. Покажите это детям, а потом расскажите, как устроена шкатулка. Вот та самая филигранная. Это же прекрасный образец показать разные возможности искусства, в том числе на улицах города. Имя автора мозаики неизвестно, и его еще только предстоит установить. Застройщики, в свою очередь, обещают внимательнее отнестись к реконструкции оставшейся территории. Возможно, мы при разработке котлована что-то найдем уже, может быть, уже царских времен, не только советских. Поэтому бывает. Москва, она такая интересная и глубокая. При том, что, кажется, плитка довольно легкая, на самом деле весит один такой элемент примерно 12 килограммов. Все дело в армировании и опалубке, и стекле, которого тут примерно 3-4 сантиметра в толщину. Сейчас для специалистов начнется самая важная дефектовка и реставрация плиток. После этого панно соберут заново и установят на одну из стен бывшего керамического завода. Он расположен неподалеку. Игорь Геенко, Борис Сальников, Егор Взлецов, Анастасия Ройф. Вести.